Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания Святого Апостола Павла Коринфянам, глава 8 стихи 7 по 15, и вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашую к нам, так изобилуете и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. «Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. «Ныне наш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность». Как написано, «Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня понедельник, и мы продолжаем с вами чтение второго послания святого апостола Павла Коринфина. Сегодня апостол Павел говорит о такой немаловажной стороне жизни церковной, как милость и жертва. Действительно, пожертвования – это важная составляющая жизни любого прихода, да и, в принципе, всей церкви, ибо церковь живет за счет ваших пожертвований, дорогие братья и сестры. В том числе, наш телеканал существует во многом благодаря именно вашим жертвам. Поэтому выражаем благодарность вам за вашу помощь и за вашу поддержку. И об этом сегодня говорит апостол Павел, напоминая нам о том, что для нашего спасения важна и такая добродетель, как наша жертвенность, наша готовность быть участником в скорби, в недостатке другого. Апостол Павел говорит о недостатке прежде всего и Иерусалимской церкви, ибо когда после убиения архидиакона Стефана на церковь в Иерусалиме начались гонения, и многие христиане вынуждены бежать были из Иерусалима, те, кто все-таки остался в Иерусалиме и переносил все тяготы начавшейся жизни в таком осадном положении в Иерусалиме, им было тяжело. И на апостольском соборе, где присутствовал апостол Павел, его благословляя и молясь о том, чтобы он стал проповедовать язычникам благовестия Христова, Христовой Евангелия, одно из условий — это было не забывать святых в Иерусалиме. Это значит, что апостол Павел должен был заботиться о том, чтобы какая-то часть пожертвований регулярно отправлялась в Иерусалим на нужды христиан, которые там жили, ибо они оказались в очень затрудительном положении. Действительно, их притесняли, не давали им работу, и они вынуждены были находиться вот в таком осадном, как я уже сказал, положении в Иерусалиме. И вот апостол Павел говорит коринфянам, говорит о том, что они должны внести свои пожертвования, напоминая о том, что действительно это дело угодное Богу. «А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуете и сею добродетелью». И так он называет вот эту милость, это пожертвование именно добродетелью. Это добродетель. И он говорит о том, что вы изобилуете многими дарами духовными. И действительно, жертвовать – это тоже некий дар духовный. Ибо мы жертвуем, мы даруем. И в этом смысле мы следуем за Христом. Мы стремимся тоже даровать кому-то что-то. И даруем мы обычно по любви, потому что дар – это всегда не за что. Это не плата за работу, это именно дар. И вот такому дару, такому дарованию другому каких-то благ тоже нужно учиться. «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и в вашей любви». Он говорит о том, что другие церкви тоже жертвуют в пользу иерусалимских христиан. И говорит о том, что «я привожу вам в пример другие общины, посмотрите на их любовь, и вдохновляясь, я не повелеваю вам. Я привожу вам пример и говорю о том, что вы должны действовать не по указке, а по велению своего собственного сердца. И проявить добродетель в том числе и вот такую. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Ведь он говорит о том, что «сам Господь ограничил себя, став подобным нам человеком, пришел в этот мир, дабы даровать нам обожженную природу человеческую». Он сам обнищал, чтобы обогатить нас. Поэтому мы должны поступать и по Его примеру. Поэтому частично, скажем так, одномоментно, обнищав, отдав часть каких-то своих сбережений, мы обогащаем других и уподобляемся в этом Христу и следуем в этом смысле за Ним. «Я даю на это совет», — говорит апостол Павел. Заметьте, он говорит, «я не повелеваю», — он ранее сказал. Теперь он говорит, «я даю совет». Это не заповедь, это не приказ, нету давления. И более того, апостол Павел говорит, «совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку». Опять же таки, апостол Павел призывает не отрывать от семей, от своей деятельности какие-то басностановные суммы и жертвовать абсолютно все, продавать и отдавать все свои сбережения. Нет. Апостол говорит, «ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет». Очень замечательное толкование на этот отрывок дал нам преподобный Ефрем Сирин. Он сказал, что Господь смотрит не на то, с какой жертвой ты идешь, а на то, с каким намерением ты идешь и жертвуешь эти средства. И Господь воздает не за то, сколько ты пожертвовал, а за то, с каким намерением и сколько бы ты хотел отдать, сколько бы ты хотел пожертвовать человеку. И здесь неважно о том, что речь идет не только о финансовой составляющей, ведь время, которое мы уделяем нашим близким и дальним людям, тем ближним, которые оказываются в данную секунду рядом с нами, мы уделяем им свое внимание, мы тоже жертвуем своим временем ради ближнего. И вот о таком роде жертве тоже нужно учитывать, тоже нужно понимать, что мы можем служить церкви не только финансово, но и своими талантами, преображая ее и неся слово Божие людям. И вот апостол Павел говорит о том, что не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Апостол Павел призывает жертвовать, но призывает жертвовать с умом, призывает не обнищать, не жертвовать не так, чтобы обнищали одни и обогатились другие. Нет, он призывает делать это от чистого сердца, смотря у кого какие есть средства. Апостол Павел не выбивает деньги из Коринфян, а он стремится сделать так, чтобы их добровольная жертва была еще и назидательна для них самих, чтобы их укрепляла эта жертвенность внутренняя, и они чувствовали себя частью большой церковной общины, единой церкви, которую исповедуем и которую мы воспеваем всякий раз символи веры, веруя в единую святую соборную апостольскую церковь. Поэтому будем едины, будем стремиться помогать друг друга и не смотреть на то, что наша помощь, наши таланты, наши дела, наши пожертвования, они маленькие. Господь смотрит не на это. Он воздает не в том эквиваленте, который мы пожертвовали, а он воздает в том эквиваленте, который мы хотели бы пожертвовать. Поэтому имейте доброе намерение и благой помысл друг о друге и о всех нас. Будем молиться, дорогие братья и сестры, и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Священное Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова